Всем здравствуйте! Я рада приветствовать вас на нашем канале Анюта Журила и Димка. Сегодня поговорим о прикорме, продолжение. Что нам кушать, когда уже ребенку 8 месяцев. Что дальше кушать? Каши и овощи мы уже научились кушать в моих предыдущих видео. Сегодня поговорим, что же делать дальше, когда уже едим овощи. Надо же уже как-то мяско вводить. В общем, дальше вводим после всего вышесказанного, дальше вводим мясо по чуть-чуть. Самое безопасное мясо считается кролик, потом говядина, потом индейка, и потом уже курица, и потом свинина. Ну, курица, свинина, это уже вообще чуть-чуть попозже-попозже, сразу кролик, говядина идет. Даже индейка может давать сыпь. Как вводится мяско? Купили, например, вы кролик или говядину, сварили его, да? Отделили мяско, вот чисто мясо, и взбили блендером или через мясорубку, там, как уже кому удобно. Можно это мясо, мяско уже в виде фарша добавлять в овощное пюре, можно отдельно давать. Начинаем давать там от 10 грамм, доводим порцию до 50 грамм. Вообще, в принципе, 50 грамм мяса для ребенка, это вполне достаточно для того, чтобы пополнять его витаминами, да, с мясом. Каждый день, получается, в течение там, ну, 3-5 дней мы потихонечку вводим мясо, там, 10, 15, 20 грамм, до 50, смотрим на реакцию малыша. А если пошла какая-то реакция, то ли сообщить врачу-педиатру, то ли принять решение, там, какое-то время не кушать мясо, понаблюдать за ребенком, будет ли сыпь. Мы, например, начали с индейки. Начала я давать ему это мяско, ну, каждый день. Как бы, в принципе, он нормально начал его есть. Но пошла как-то, то ли сыпь немножко пошло, лицо и подбородочек, поэтому я прекратила давать мяско. Посмотрела, что сыпь прошла, дала опять, опять сыпь появилась. Я поняла, что это конкретно индейка дает эту сыпь, поэтому мы поменяли на говядину. Да, поменяли на говядину. Ну, кролик, мы так и не купили кролика. До сих пор мы ребенку кролика не давали. Он не знает, что это такое. Ну, в принципе, вот так с мясом дела обстоят. Дальше, с 7,5 месяцев, например, мясо с 8 месяцев, с 7,5, вот так. С 7,5 месяцев также желательно вводить потихонечку желток куриный. Можно, ну, чисто куриный желточек, да. А можно перепелиный. Как это делается? Раз в неделю сразу вводится по одной четвертой желтка. В принципе, ребенок может и так его есть. Он же мягенький, да, когда сварился. Да. А можно, опять же, в пюрешку добавлять куда-то. Вот. Один раз в неделю это будет достаточно. Я не комбинировала с мясом. То есть, если я давала мясо, значит мясо. Если желток, значит желток. Вот. Поэтому у нас 6 дней мяса, один день желток. Ну, в принципе, вот фрукты еще. Опять же, можно вводить где-то с 6 месяцев кто-то вводит. Мы фрукты начали вводить с 7,5 месяцев потихонечку. Яблочко на терочку. Сразу я запекала яблочко, но я поняла, в принципе, что... Ну, можно и свежее. Обрезаете корочку, натерочку меленькую, да, и давать ему. Вот. В яблоке железо содержится, которое нормально, в принципе, усваивается. И, опять же, мясо зачем ребенку? Во-первых, для повышения гемоглобина, чтобы железо там усваивалось, разные микроэлементы. И в мясе есть такие вот прям витамины, которые нигде не можно найти. И с 8 месяцев уже можно вводить кисломолочные продукты. Но мы вводили с 9 месяцев. Об этом я скажу уже в следующем видео. Прикорм с 9 месяцев. На этом этапе все. То есть, можно, в принципе, вкратце перечислить, что мы кушаем. Вот, например, утром каша, потом перекус яблочко. В обед овощи с мясом. Потом могу дать печеньку детскую. Это в виде перекуса. И вечером кашка. Вкратце расскажу, как готовить мясо, как мы это делаем, как девочки окружающие нас для деток своих делают. Несколько способов есть. То ли вы свежее мясо делите на маленькие порции. Там 50 грамм, 100 грамм. Ну, в принципе, 50 грамм этого достаточно будет. И варите каждый день. Там по 2 часа, по час. Смотря, как вы его будете готовить. Либо же, вот как чаще всего делают. Сварил, допустим, 300 грамм мяска. Сварил, перебил блендером. И знаете, в холодильнике, в морозилке есть для кубиков вот эта заморозка. И туда вот в каждый кубик вложил вот это перемеленное уже мясо. Кстати, если вы мелите мясо, ну, бульон нужно добавлять только овощной. Под мясо бульон добавлять нельзя. Ах, помощничек, страшное дело. Везем в банане, да? Обмазался, давай уже волосы, Маша, будет укладка. На, хочешь? Вот, и каждый день, в принципе, можно доставать по кубику и забрасывать в овощной суп-пюре. И уже оно будет размораживаться там. На. И таким образом его кушать. В принципе, на данном этапе все. Смотрите наши следующие видео. Спасибо за просмотр. Мы будем рады очень вашей подписке. В общем, все. Всем счастливо, всем пока. Да, скажи, Дима, пока. Скажи, мама, хватит тараторить уже. Все, до свидания.